Мои хорошие, всем привет! С вами Алексей Гришин, и в этом видео я хочу с вами поделиться ритуалом на красоту и на привлекательность с красной свечой и не только, там будут еще несколько других ингредиентов. Но перед этим, как продиктовать вам ритуал, я хочу напомнить несколько важных моментов. В первую очередь, если я про что-то не сказал, значит это не важно, значит вы можете на свое усмотрение это сделать или добавить в ритуал. Если я что-то прям четко подробно сказал, это входит в технологическую карту ритуала, значит это нужно делать именно таким образом. И второй важный момент про красоту и привлекательность. Мои хорошие, не забываем, что дело не только в магии, но и в том, как вы питаетесь, как вы живете, какой у вас косметолог или врач, или хирург. Поэтому не нужно только уповать на ритуал, если вы озабочены вопросом красоты или привлекательности, это комплексная история. Но вот как с точки зрения магии прокачать вот эту свою мамкость, я сегодня расскажу. Итак, ритуал выполняется ежемесячно и делается он в число вашего рождения. Что это означает? Если вы родились 10 числа, то вы можете этот ритуал выполнять каждое десятое число, каждый месяц. То есть вы родились 10 февраля, значит вы можете 10 февраля, 10 марта, апреля, 10 числа и так далее выполнять этот ритуал. Если вы родились в то число, которое не повторяется в каждом месяце, например, не в каждом месяце есть 31 число, но вы там, допустим, родились по костяшкам, я как в детском спортивном лагере научили, январь, 31 день. Если вы родились 31 января, а в феврале не 31 числа, значит вы пропускаете февраль, потому что нужно будет делать только по 31 числам. Поэтому вот кто родился 31 числа, у вас не всегда предоставится такая возможность, но тем не менее она будет не только в январе. Значит, в число своего рождения, в любое комфортное для вас время, вам необходимо левой рукой спичкой зажечь красную свечу с розой. Да, чтобы там было или масло розы, или бутоны розы. Да, то есть роза отвечает в магии за привлекательность, за сексуальность, за красоту, за манкость. Зажгите эту свечу, ее не обязательно прожигать до конца, она должна создать такой некий фон для ритуала. Повторю, до конца не обязательно ее прожигать, ее хватит в принципе на несколько месяцев проведения ритуала. Ее огонек, вот этот красный трепетный огонь алой свечи, он создаст нужную вам атмосферу. Дальше. Возьмите абсолютно любой стакан, даже можно из которого вы обычно пьете. Налейте туда воды, питьевой, обязательно питьевой воды. Мало ли что, как говорится. Если там нет бутылочки питьевой воды, там, не знаю, все закончилось к этому моменту, ничего страшного, налейте воды из-под крана. Потом, возьмите одну чайную ложку меда. Если у вас есть аллергия на мед, исключите мед и делайте это без меда. Если аллергии на мед нет, то прекрасно. Одну чайную ложку меда перемешайте с водой, чтобы у вас получилась прям вот такая медовая вода. Кстати, можете, вот если аллергия на мед, кубик сахара, да, чтобы такая сладкая была вода. Или чайную ложку сахара. То есть, либо один кубик сахара, либо одну чайную ложку сахара. Тщательно все перемешайте, чтобы у вас получилась в этом стакане такая сладкая вода. Дальше. Вы идете умываться. Можно там красную свечку взять с собой, поставить там где-то, где вы умываетесь. И вам необходимо из этого стакана три раза умыть свое лицо полностью. Как, уже не важно. Вот прям три прям вот полных каких-то омовения. Перед тем, как вы будете умывать, вам нужно стакан поднести. Стакан именно с водой сладкой, с медом или с сахаром поднести к арту, чтобы у вас дыхание касалось этой воды. И нужно тринадцать раз сказать следующий текст. Как мила людям звездочка ясная, как мила людям заря красная, так пусть и я, дальше говорите свое имя, буду мил или мила людям. Безопасно и во благо всему сущему, да будет так. Еще раз. Зажгли свечку левой рукой спичкой, создали атмосферу антураж. Взяли стакан, налили воды, добавили мед или сахар. Тринадцать раз проговорили текст, который я озвучил. Трижды умылись. Дальше. Слушаем внимательно. Если у вас уже есть личная жизнь, вы довольны своими отношениями, просто остатки воды можете вылить в раковину. Все, помыть эту всю посуду, потушить свечку, задуть ее, сказать благодарю, спасибо за помощь и оставить для выполнения следующего ритуала в следующем месяце. Если же вы одиноки, то остатки этой воды вы можете использовать для продолжения ритуала. Подойдите к входной двери в вашу дом или вашу квартиру. Аккуратно этой водой себе, значит, чуть-чуть налейте этой водицы сладкой на руку и смажьте дверные ручки. Пускай, да, они будут немного липкими, ничего страшного. А потом чуть-чуть вот этой сладкой, сахарной или медовой водой сбрызните порог к вашему дому или к вашей квартире. Это приманит хорошего мужика или прекрасную даву, кто кого ищет в вашу жизнь. Вот такой крутой лайфхак. Колдуйте вам благо себе и своим близким.